Приветствую вас, друзья, на канале интернет-магазина пряжи и товаров для рукоделия Клубки в корзинке Сегодня мы с вами вяжем вот такой вот листик Он у меня будет использоваться как подставка под горячее И вязала я его из пряжи Gazelle Baby Cotton XL Крючок у меня номер 3 Получился листик вот такой вот плотный По-моему, здорово выглядит навязать набор таких Я уже прям предвкушаю Может быть я еще каких-нибудь навяжу А вы ставьте лайки, чтобы я поделилась с вами Другими вот такими вот идеями Подставка под горячее Свяжем с вами вместе такой красивый набор И, например, можно использовать как подарки Или для себя Я вот лично для себя вяжу Мне кажется, мои домашние будут рады таким штукам И мой лакированный стол останется Они будут с удовольствием пользоваться И мой лакированный стол останется в приличном состоянии еще долгое время Давайте приступим Как я уже говорила, у меня пряжа Gazelle Baby Cotton XL Крючок номер 3 Делаю петлю Амигуруми и провязываю 3 петли подъема 1, 2 и 3 Дальше в петлю Амигуруми провязываю 15 столбиков с одним накидом 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15. Выполняем соединительную петлю, третью петлю подъема, затем выполняем 3 петли подъема для следующего ряда. Давайте поближе покажу. Смотрите, сейчас я провязываю в соседнюю петельку столбик с одним накидом и воздушно. Дальше мы с вами вяжем попарно по 2 столбика с одним накидом с разными основаниями общей вершины, потом одну воздушную. Вот так вот все по кругу. Единственное, что в каждой петле у нас будет по 2 столбика. Как это будет выглядеть? Смотрите, у нас отсюда столбик, отсюда столбик. И теперь следующий вот этот вот элемент мы выполняем. Первый столбик вяжем отсюда, то есть из предыдущей петли, где у нас столбик уже был, столбик от следующего ряда. А второй столбик сюда. Итак, возвращаемся в петлю, которая уже провязанная. Провязываем в нее недовязанный столбик с одним накидом и в следующую петлю, недовязанный столбик с одним накидом. Потом объединяем вершину, воздушная. Снова повторяем, недовязанный столбик в предыдущую петлю. в новую петлю недовязанный столбик с 1 накидом объединяем вершины воздушная недовязанный столбик в предыдущую петлю в следующую, новую петлю объединяем вершины воздушная и так повторяем до конца ряда и так вот смотрите в конце я провязываю 2 столбика вот сюда и теперь у меня остается петли подъема и столбик в последнюю петлю сейчас для того, чтобы у нас в каждой петле было по 2 столбика как и везде чтобы ничего не пропустить я провязываю недовязанный столбик в последнюю петлю и недовязанный столбик туда откуда у нас выходят петли подъема вот так это выглядит объединяю вершины воздушная петелька и присоединяюсь к третьему к третьей петле подъема соединительный столбик провязываю в нее вот так дальше перехожу к воздушной петельке которая следует за вот этим столбиком видите петли подъема следующий столбик и я соединительной петлей перехожу сразу вот сюда делаю воздушную петлю подъема она у меня будет вместо одного столбика и сюда же под воздушную я провязываю 2 столбика без накида перехожу к следующей воздушной и в нее уже провязываю 2 столбика без накида и 1 полустолбик с накидом это когда я провязываю одновременно все 3 петли на крючке сразу вместе с накидом перехожу к следующей воздушной и в нее я провязываю 2 полустолбика с накидом 1 и 2 и сюда же столбик с одним накидом под следующие 4 воздушные петельки я вяжу по 3 столбика с одним накидом 1 первая тройка столбиков под воздушную под следующую воздушную вторая тройка столбиков с одним накидом под следующую воздушную третья тройка 1 2 и 3 четвертая тройка под следующую под следующую воздушную вяжу 2 столбика с одним накидом и 1 столбик с двумя накидами под следующую воздушную наоборот 1 столбик с двумя накидами сначала а потом уже 2 столбика с одним накидом 1 и 2 вы видите вы видите что у нас здесь все в зеркальном отображении поэтому под следующие 4 воздушные я провязываю по 3 столбика с одним накидом и так первая тройка столбиков под первую воздушную под вторую воздушную вторая тройка столбиков 2 третья тройка столбиков 3 и четвертая тройка столбиков 4 делаем накид провязываем 1 столбик с одним накидом и 2 полустолбика с одним накидом под следующую воздушную затем в последнюю арочку 1 полустолбик с одним накидом и 2 столбика без накида выполняем под воздушную соединительную петлю дальше делаю 3 петли подъема точнее 1 петельку подъема и 2 петли над вот этим столбиком пропускаем 1 столбик в основании вот этот вот и видите вот третий столбик получается связанный под первую воздушную вот в него я ввожу крючок и провязываю столбик без накида 2 воздушные петлю внизу пропускаю и в следующую петлю столбик без накида 2 воздушные Петлю внизу пропускаю, столбик без накида 2 воздушные Петлю внизу пропускаю, столбик без накида И так далее пока не дойду вот до этой заостренной части Где у нас 2 столбика с 2 накидами Вяжу подряд 2 воздушные провязываю, 1 внизу пропускаю И между ними по столбику без накида Как только мы с вами доходим до вот этих двух столбиков с двумя накидами, я делаю две воздушные и пропускаю оба вот этих столбика с двумя накидами. Ввожу крючок в третий столбик и затем продолжаю дальше так же. Две воздушные, одну внизу пропускаю. Столбик без накида. Две воздушные, одну внизу пропускаю, столбик без накида. И так до конца. В конце две воздушные и присоединяемся к первой петле подъема соединительным столбиком. Вот так. Дальше переходим вот сюда под две воздушные тоже соединительным столбиком. Делаем петлю подъема и провязываем сюда один столбик без накида. Дальше два столбика под следующую воздушную и один полустолбик с накидом. Под следующую воздушную два полустолбика с накидом, один столбик с накидом. И дальше под каждую воздушную, пока не дойду вот до вот этой части, где мы с вами пропускали две воздушные петли, где у нас два столбика с двумя накидами, я вяжу по три столбика с одним накидом под каждую воздушную, под каждые две воздушные. Итак, три столбика. Семь раппортов подряд я провязала по три столбика с одним накидом. Восьмой раппорт у нас вяжется по-другому, то есть вот у нас с вами уголочек, вот этот, да? И перед тем, как вязать вот сюда в уголочек, я провяжу под воздушную два столбика с одним накидом и один столбик с двумя накидами. Так, два столбика с одним накидом и столбик с двумя накидами. Вот так. Дальше сюда, вот в самый центр мы провяжем столбик с двумя накидами, столбик с тремя накидами, три воздушные, столбик с тремя накидами и столбик с двумя накидами. Итак, столбик с двумя накидами, столбик с тремя накидами, три воздушные петли, сюда же столбик с тремя накидами и столбик с двумя накидами. После чего переходим вот к этой, к этому окошечку, провязываем сюда столбик с двумя накидами и два столбика с одним накидом. Ну а дальше в следующие семь окошечек по три столбика, по три столбика с одним накидом. В последние два окошечка вяжем в первый столбик с одним накидом и два полустолбика с одним накидом и два столбика без накида. Раз, два, присоединяемся соединительным столбиком к петле подъема предыдущего ряда, точнее этого же ряда, да? Делаем восемь воздушных, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пропускаю две петли в основание и в каждую следующую петельку воздушную провязываю по столбику без накида. Дальше перехожу снова к листику, провязываю вот сюда один столбик, вот видите, раппорт как бы заканчивает. Три воздушные и в первую из них соединительный столбик. Вот так мы провязали пико. Дальше чередуем. Три столбика без накида в петли предыдущего ряда. Два, три, пико из трех воздушных. Три столбика в петли предыдущего ряда, пико. Три столбика в петли предыдущего ряда, пико. И так до самой серединки. Чередуем. Когда подходим ближе к серединке, у нас остается только два столбика. Провязываем в них по одному столбику без накида и вот сюда под воздушную тоже столбик без накида. Делаем пико. И провязываем столбик без накида, сюда же под воздушную, затем по одному столбику в следующие две петли. Вот так. И продолжаем. Пико три столбика. Пико три столбика. В конце провязываем столбик без накида в последнюю петлю. Дальше. Присоединяемся вот сюда вот, соединительным столбиком. И затем соединительный столбик чуть дальше. Как бы выходя за листочек, потом воздушная петелька закрепляющая, чтобы у нас ничего не распустилось. Отрезаю ниточку. И вот у меня готов листик. Надо его только теперь отгладить хорошенечко, заправить кончики. Вот у меня два листика абсолютно одинаковых. Это тоже готов. Буду пользоваться. И я надеюсь, что вы тоже обязательно себе такие свяжете и тоже будете пользоваться. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Очень много всего будет полезного, в том числе по вязанию крючком, по вязанию спицами. А я с вами прощаюсь. С вами была я, Юлия. Интернет-магазин пряжи и товаров для рукоделия. Клубки в корзинке.